Ребята, всем привет! С вами Ксюша и это видео Скетчбук против айпада. Сегодня мы будем рисовать. Я рисовала очень давно. Вы меня всегда просите снять такое видео, поэтому вот, держите. Рисовашки я снимала весь карантин. Я подсадила практически всех своих подписчиков на рисовашки, поэтому вы их так любите и так ждете. Значит, погнали рисовать! Если вы сегодня будете рисовать скетчбуки, тогда готовьте карандаши, маркеры, потому что рисуночки вы будете повторять за... Всем привет, ребята! За моей мамой. А я буду рисовать сегодня на айпаде. В принципе, как обычно. Я решила выбрать сегодня не обычные рисуночки, а немножечко мемные. Сейчас я вам их покажу. Кстати, есть идея перекинуть их на айпад, чтобы показать их вам поближе. Давайте так и сделаем. Так, смотрим, что я приготовила. Первый вот такой рисуночек, а вот такой прикольный корги и надпись «Утренняя пробежка. Что может быть лучше ее отсутствия?» Второй рисуночек. «Может, я и крыса, зато лучшая в твоей жизни?» Вот такая крыса. Дальше вот такие пельмешки. «Жить с тобой хочу без пешки, словно мазик и пельмешки». Дальше. «У нас с тобой любовь и ласка, как у хлебушка с колбаской». Так, дальше. Это хочу очень я нарисовать. «Хорошо с тобой, как блинчику с икрой». И вот это тоже я хочу нарисовать. Тут можно даже ничего не говорить, в принципе. И последний рисуночек. «Денег нет, держи свинью». В общем, нужно выбрать, какой рисуночек кто будет рисовать. Я себе уже выбрала блинчик с икрой и котика вот этого. А ты, мам, давай ты будешь хлебушек с колбаской рисовать. Ну, в принципе, можно. Нет, пельмени я не хочу, мне кажется, их долго рисовать. Так. «Крыску», а еще корги. Ну, давай попробую корги и колбаску. Ребята, присоединяйтесь к нам, рисуйте вместе с нами. Так, я, ребята, не буду копировать, я буду сегодня рисовать сама. Значит, смотрите, что мы делаем. Открываем вот так фото и тут выбираем картиночку, которую я буду рисовать. Для начала мы берем черный цвет, но, разумеется, не такой, а вот такой примерно. А это слишком тоненькая кисть. Самое нужное. Вот. Не подходит. Идеально. Так, значит, все самое нужное я выбрала. Погнали рисовать. Тут блинчик как угольник. Ой, как треугольник. Понятно, что у меня по геометрии уже, да? В общем, блинчик как треугольник, поэтому рисуем треугольник, собственно. Раз. Два. Три. Это я пока намечаю, просто не думайте, что это уже готово. Я потом все это обведу красивенько, и будет вообще классно, а? Как думаете? Так, дальше нам нужно нарисовать кучку икры. Вот так примерно. Я взяла вот, как видите, полу такой прозрачный серый. Теперь берем чуть поплотнее. И рисуем такие штукенцы. Икорки, икринки. Но это же, как бы, еще раз напомню, что это не окончательный вариант. У меня такой получится. Это я пока только, как бы, намечаю рисунок. И тут у нее глазки будут потом. Ну, это в дальнейшем, собственно, мы сейчас только наметим. И у блина тоже есть глаза. Замечательный рот, просто такие зубы. Зубья нарисуем ему. Почему-то у блина есть ручки, маленькие, жирненькие. А у икры есть ноги, кстати, не заметила. Вот. Но нет рук. Жаль тебе. И тут мы уже потом напишем, хорошо с тобой, как блинчику с икрой. В принципе, готово. Оцениваем мой рисунок в комментариях. Ладно, мы переключаем слой. Плюсик. И этот делаем прозрачность примерно вот так. И теперь уже рисуем. Только мне надо уличиться. Удобнее. Люблю рисовать лежа. Это тоже ставим плюсик. Как это вот так, мне кажется, должно быть. Я беру самый темный черный. Прозрачность я ему не делаю. И рисую это все. Обвожу только с краней. Как же я могла забыть про выравнивание. Халява. Ребята, я, кажется, разучилась рисовать на айпаде, поэтому как бы учимся заново. Тут немножечко дуга вот такая. Ну, в принципе, получается неплохо. Я просто не понимаю, понимаете вы или нет, что я рисую. Но мне все, в принципе, понятно. Я вам сейчас все объясню. Как мне тут все сходится. Значит, углы я тут не дорисовывала, потому что когда линию выпрямляешь, они обычно получаются кривые. Это уже нужно делать вручную, вот так, как я сейчас это делаю. Вот видите, какой идеальный угол получился. И тут тоже примерно вот сюда точечку поставим. Ребята, стоп, я вам забыла кое-что рассказать. Я тут купила себе прикольное зарядное устройство. Называется оно Ugreen USB-C. Сейчас я вам его, ребят, покажу. Зарядное устройство Ugreen USB-C имеет три порта. USB-C и порт USB-A. Мощностью до 100 Вт. Заряжать можно смартфоны, ноутбуки, носимые гаджеты и технику Apple и другие устройства. Это очень мощный зарядник. Позволит зарядить MacBook Pro на 100% за 2 часа. Эргономичный дизайн и малый вес делают устройство максимально удобным для работы и путешествий. Очень крутой блог, всем советую. Я вам оставлю ссылочку в описании под этим видео. Заказывайте. А теперь опять переходим к рисованию. Мам, я предлагаю тебе тоже начать рисовать, пока я тут буду икоринки вырисовывать, а ты начинай рисовать в альбоме. Так, ну я-то быстро нарисую, я же мастер, ты знаешь. Сейчас я тебе открою рисуночек, ты сразу скажешь, что ты долго будешь рисовать. Да, мамочка? Да, быстро нарисую. Тут как бы вот такой хлебушек. Корочку нужно нарисовать. Итак, хлебушек у нас будет расположен по диагонали. Мой рисунок, как всегда, будет лучше. Голосуйте за меня, выложим в инстаграме. А вот и нет. Ничего не видно, что ты рисуешь карандашом. Думаю, все будет видно. Так, Ксюша говорит, что плохо видно. Она меня снимает. Ну, как уж получается, ребята. Вот улыбочка. Так, даже глазки у него есть. Такой прикольный мем. Так, здесь нарисуем две ноги. Так, как кочерга. Кто знает, что такое кочерга, ставьте лайки. Вот такая у нас колбаса получилась. Как будто аллокадо какой-то. Подожди, никакой тут не авокадо. Все тут будет прекрасно. Так, рисуем два глазика у колбасы. Три реснички, как всегда. Три реснички. Почему не четыре, не пять? Зрачок. И вот такой рот полный зубов. Четыре зуба замечательные такие у колбасы. Смотрите, хлебушек держит колбасу своими лапками. И вот такие две ноги тоже. Мой рисунок практически готов. Быстро я нарисовала? Мать, ты не обвела, не нарисовала еще. А это уже обвожу. Я сейчас обведу, очень даже быстро. А, нет, я знаете, что еще не нарисовала? Толщину вот этого кусочка. Сейчас обведу и покажу, что у меня получилось. Ксюша в это время рисует икру. Посмотрим, какая икра у тебя получится. У тебя разношерстные икринки, да? Ты специально так делаешь? Так, так и надо. Они же как бы просто кучкой наброшены туда. Ребята, у меня тут уже вообще все идеально. Посмотрите, я уже нарисовала икорку. Осталось нарисовать ей ножки. Сейчас я рисую глазики у блинчика. Прикольно получается на айпаде. Нет, руки тоже классно рисовать. Смотрите, какой у меня классный тоже получился бутерброд. Что хочу сказать? Мне не нравится этот карандаш. Я хочу обвести пожирнее, начинаю давить и боюсь, что он просто сломается. Я люблю вот прям, да, непростой, самый простой. Вот, вот такой, да. Механически я не очень люблю. Но сейчас, Ксюша, мне нужен маркер. Все черные, разная толщина, разная форма, выбирай. 8-0, я, пожалуй, возьму его. Это самый толстый? Самый хороший, самый удобный. Мне осталось совсем немного. Мне тоже, я уже рисую сердечки. А ты будешь писать? Да, буду писать. Я не хочу писать текст. Это обязательно. Ты вот тут не дорисовала. Сейчас будет. Оп. Криво чуть-чуть. Теперь смотри, как я делаю. Добави текст. Текст. Как очистить? Забыла? Да. Теперь это все нужно черным сделать. Ничего себе мне так много писать. Ладно, я сейчас буду разукрашивать. У меня практически все готово. Нужно будет хлебушек разукрасить. Ксюша, дай, пожалуйста, цвет корочки. Коричнево такой, оранжевый. И цвет колбаски. Холодно-розовый. Но не яркий. В принципе, можно вот из этих выбрать. Я думаю, таким колбасу сделать. Или вот таким розовым. С желтинкой вот такой взять. Или с розовинкой, как он называется. Так, вот такой возьму. Четыре цвета взяла. Четыре фломастера. Так. Розовый. Я буду без бликов делать. Попробую обойтись такими четырьмя фломастерами. Ой. По-моему, темноватый, да, какой-то? Не знаю. Мне кажется, тогда буду долго разрешивать. Точно. С другой стороны можно взять толстый. А, двухсторонний? Да. Взяла со второй стороны, но цветом немного недовольно. Мягко сказано. Очень темный цвет. Так, как им разукрашивать? Так, Ксюш, я не умею таким. У меня не получается. Я не умею такими разукрашивать. Можно мне другие фломастеры? Ну, ты... Давайте я помогу разукрасить, мам. Ты тогда другие возьми фломики для следующих. Ты хотя бы мне эту корочку разукрась. Ну, вот у меня так не получается. Я, наверное, неправильно как-то его ставлю. Ну, конечно, у тебя же тут, видишь, оно должно ровно быть. Там наискосок, да? Ровно вообще вот так должно быть. Обведи мне там, чтобы получше было, на ту сторону. Видишь, там вылезло чуть-чуть. Да, сейчас. Как они вкусно пахнут, не могу. Чем? Шоколадка? Они по-разному. Все пахнут и не написаны чем. Но этот вообще... Корица, может, вкусно прям. Не знаю. Так, ну все. Теперь следующий. Слушай, я карандаш забыла убрать. Ну, все. Это понимаешь, конечно. А где ластик? Вот этот? Да. Сейчас я тебе подберу цвета из других маркеров. Так. Мне кажется, для колбаски хорошо. Вот этот будет для корочи. Этот слишком светлый. Есть еще вот такой. Темный очень. А я нарисовала. Показывай. Хорошо с тобой. Я не разокрасила. Кого? А! Только заметила, что у меня черно-белый. Выбираем цвет. Вот это самое сложное. Цвет. Потому что тут нет такого определенного. Прямо чуть с красненкой надо. Вот так. Ой. Что-то не смешно. Так это коричневый. Блин такой коричневый. Это шоколадный блин? Он подгорелый просто. Что, более к желтому идти, что ли? Вообще не понимаю. Ну, этот цвет какашечный какой-то уже. Ну, да. Ух ты, блин. Ты сама такой цвет выбрала. Запомни. Что-то у нас сегодня с цветами вообще никак. У меня все в порядке. А что такой яркий у меня получится хлеб? Вот мне кажется, тебе такой блин надо было сделать сливочный. Нет. И как колбаса будет смотреться на таком вообще ярком куске хлеба? Ну, у тебя и колбаса фиолетовая будет. Ладно, ребята, давайте сейчас посмотрим, что у меня получится. Вообще, говорят, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Что случилось? Ну, как сказать, что случилось? Сейчас увидишь. А, ну нормально, что? Только какая-то икра не красная получилась. Ну, это баклажановая просто. Ну, да, да, да. С икрой баклажановая. Могу черную сделать. Все, готово. Я буду рисовать кошечку с сердечком в попе. Попное сердечко. Нет, это... Или пердечко это. Вот это пердечко. Пердечко. Ребят, давайте рисуйте. Повторяйте. Колбаса у меня, конечно, получилась не мясная, а клубничная. Потому что цвет клубники. Ну, как подобрали вот цвета вот. Так, а зубы у нас будут каким цветом? Белые. Ну, можешь черный сделать. Так, я начинаю рисовать котика. Это у тебя хвостик или что? Это вот так. Не поняла. Ну, это вот так. А, это я... Потому что я смотрю, вроде как ни на хвост не похоже. Это вот так. Ну, что это? Ой. Как будто колбаса какая-то. Слушай, это теперь похоже на подкову. Ну, наверное. Вытянутой чуть-чуть. А, у него тут вообще по-другому все. Сейчас. Ножки узенькие, а попа не очень. Ну, в принципе, да, похоже. А можно скопировать, допустим, перенести в ту сторону. Это клеш. У него разные, понимаешь? А, это был клеш. Мам, у него здесь вот так вот. Я поняла, да, да. А тут у него как вот так вот. Ну, да, да. Захотелось ему так встать. Вот так возьму. Котику, да. Или вообще, мам, нахожусь. Давай ты... Давай ты... Потихонечку веди. Сердечко второе вот так. Потихонечку веди. Вот так вот. Нарисуем вот такую ногу, будет, знаешь. Короче, ребята, текст у нас огромный. Пишу посередине букву С. Осталось написать Любовь и Ласка. И... Вот хлебушка у меня уже на ногу залезет. Почему-то я не подрассчитала. У меня всегда так. Ребят, я замучилась и решила сделать ему одинаковую попу. Вот. Оказался сложный, да, рисуночек-то? Ну, просто, если бы я не придиралась и сразу бы сделала такую же, как там, все бы было нормально. Хвостик у меня практически готов. Сейчас сделаем тут состыковочку идеальную. Вот. Осталось нарисовать ему тут сердечко. Ничего себе, ты сердечко какое большое рисуешь. Ну, а как? На половину попы. Тебе надо ближе к хвостику и маленькая. О, вот. Ребят, я не увидела, там еще голова есть. Ты думала, одна попа, да? Ну, конечно. Так ухо ему не надо. Ну, да, ухо, конечно, знак. Как у Мони. Как у Лисы. Как у Мони. Ухо больше, чем голова. Это, может, фенек? Может, ты не кот? Ну, если только фенек. Так. Выбираем теперь цвет самого котика. Что пусть будет такой? Рыжий. Рыжий кот. Еще передние лапы есть у него. Собаки, извините, ребята, у нас там гулять просятся. Итак, ребята, к нам пришла Эля, потому что Моню повели гулять, а Элю не повели. Она с папой обычно не гуляет, только с мамой. Да, Эля? Значит, вот такой котик. Милашка. Очень долго рисовала этого кота, даже дольше, чем первый рисунок. Хотя первый рисунок вроде как был сложнее, да? Иди ко мне, будем смотреть мамин рисунок. Пойдем. Полетела, да? Итак, ребят, сравниваем рисуночки. Значит, у мамы вот такой. У нас с тобой любовь и ласка, как у хлебушка с колбаской. Или не понравился рисунок, как видите, она на него чихнула. А мой рисуночек первый выглядит вот так. Хорошо с тобой, как блинчику с икрой. Конечно же, тут выигрывает мой рисунок, потому что айпад как бы нарисовался чётенько. Тут всё чётенько. Вот так вот. Теперь Эля заценит, какой рисунок лучше. Иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда. Молодец, какая. Иди ко мне. Иди сюда. Иди. На ручки возьму тебя. Иди, иди, иди. Молодец. Какой рисунок больше тебе нравится, на тот наступи. Покажи, какой тебе больше нравится. Вот этот или вот этот. О, лапа задвинулась. Вот сюда? Да мне нравится больше. Если вы ещё хотите порисовать, пишите в комментариях. Мы обязательно с вами ещё порисуем. Всем пока. Эля сегодня у нас кусается, хочет поиграть. Её разбесили. Субтитры сделал DimaTorzok